Здесь у нас спят дети, мы здесь на раскладном диване. Светлана Храмкина, ее супруг и двое детей ютятся в одной комнате. Здесь и общая спальная, и игровая для трехлетней Маши, и ученическое место для первоклассника Владислава. Вчетвером уместиться в однокомнатной квартире сложно. Тем более дети растут. Совсем скоро каждому из них понадобится отдельная комната. Купить новое просторное жилье на свои средства Храмкины не могут. Зарплат пожарного и учителя не хватает. Я являюсь работником бюджетной сферы. Мы собрали все необходимые документы и подали их в администрацию нашего города. Светлана и Алексей Храмкины в числе тех, кто получил социальную поддержку. В этом году в рамках долгосрочной целевой программы, направленной на решение жилищных проблем работников муниципальных, бюджетных, казенных и автономных учреждений, единовременную выплату получили шесть семей. Задача любой власти развивать территорию, ну, спальня младшего всего, развивать территорию, и улучшать жизнь людей на этой территории. Поэтому мне сегодня приятно вручить вам сертификаты, благодаря которым вы улучшите свои жилищные условия. В течение вас собственных поздравлений. Полученные средства зареченцы могут вложить либо в покупку готового жилья, либо в строительство нового. Светлана и Алексей для себя выбрали второй вариант. Мы планируем участвовать в долевом строительстве. Мы считаем, что нам это подходит. Более перспективно. Да, подходит этот вариант. Потому что действительно вторичные рынки цены сейчас очень высокие. И за меньшую площадь нам придется заплатить большие деньги. Где именно приобретать жилплощадь, Храмкины пока не решили. Зато для себя уже определили, что в новой квартире должно быть не менее трех комнат. Светлана Демина, Сергей Пруцкий, телерадиокомпания «Заречный».